Чё, тяжело совсем? Ну, чё, ладно. А чё, голос пропадает, да? Ну, трясётся. Тяжело говорить, да? Да. Ну, ладно, давай, брат, до утра, ладно, моя. Это последний разговор Анны с братом. Тогда никто и подумать не мог, что уже на утро Владимира не станет. 6 февраля нынешнего года брату после обеда дома стало тяжело дышать. У него упало давление 90 на 50. Получается, его вызвали в скорую, доставили его в больницу. Врачи диагностировали воспаление лёгких. Обещали, что всё будет хорошо, и через неделю Владимира поставят на ноги. Однако вместо этого мужчину бросили в больничный карцер и закрыли на замок. Спустя сутки проведать сына пришёл отец. Неожиданный визит застал врасплох сотрудников больницы. Папа присел на диванчике. Около 30 минут он ожидал поиски и выяснения обстоятельств, где находится мой брат Володя. Они сначала не знали вообще, где он, в какой он палате. Потом вдруг между собой вспомнили, что они его закрыли в комнате. Потом они долго искали ключ от этого замка. В итоге рядом велись ремонтные работы. И папа попросил работника болгаркой вскрыть дверь. Болгаркой вскрыли дверь, и папа на полу уже обнаружил, получается, брата. Брат уже не дышал, признаков жизни не подавал. Но тем не менее, папа пытался сделать реанимацию, реанимировать. При этом, по словам сестры, врачи просто стояли рядом и молча наблюдали за происходящим. Вопросы, почему мужчина оказался в заперти в душной комнате, ответили, что пациент вёл себя буйно. Однако, как полагают родственники, неадекватным поведением персонал посчитал предсмертную агонию. Здесь было проявлено халатное обращение самого врача, который не назначил лечение. То есть у пациента находился с обеда в закрытой комнате до вечера. Значит, ему в этот момент не давали таблеток, не ставили системы, не проводили никакого лечения. Назвать палатой или комнатой какого-то даже временного содержания – это невозможно. Там нет раковины, там нет туалета, там нет ручки ни на дверях, ни на окне нет ручки. Там просто не стояла стакана воды. Там даже постель была просто закинута по крывалу. Вопиющая история тут же разлетелась по всей Бурятии. По этому делу уже ведётся следствие. Более того, скандал дошёл и до правительства республики. Безусловно, это происшествие потрясло медицинскую общественность республики. Минздрав Бурятии проводит проверку в рамках ведомственного контроля безопасности и качества медицинской деятельности в Баргузинской центральной районной больнице. И по итогам проверки будут применены строгие меры наказания к виновным должностным лицам. Приказом от 11 апреля главный врач центральной районной больницы уволен с занимаемой должности. Нам удалось связаться с уже бывшим главным врачом больницы и выслушать её мнение по этому поводу. Мне, честно говоря, досадно. Если была бы такая возможность за каждым сотрудникам за спиной, я бы такого никогда не допустила. Я 20 лет работаю с руководителем, но чтобы в голову пришло человеку, которому можно закрыть на замок, а не помощь оказывать, это вообще лопиюще. Я, конечно, приношу искренне соболезнования родным и близким всё это видеть и всё это чувствовать и переживать. Но такие люди, как те, которые так поступили, они вообще не должны работать в здравоохранении. Алексей Циденов поручил зампреду по безопасности Петру Мордовскому взять ситуацию под особый контроль и в полной мере наказать всех причастных к этой истории.